Всем привет, с вами Влад Ядров и сегодня я вам расскажу, сколько же стоит настройка таргетированной рекламы ВКонтакте. Готовы? Поехали! Среди многих предпринимателей идет огромное количество разногласий, сколько же должен стоить нормальный таргетолог. Кому-то за 15 дорого, кому-то за 5 дорого, а кому-то называют ценники 60, 70, 80 тысяч и пошли выше и выше. И где правда, где золотая середина, где действительно опытные специалисты, а где люди, которые пытаются побольше на вас заработать. Сегодня разберемся. На мой взгляд, в индустрии услуг нету какого-то оптимального прайса. И это в целом нормально, каждый себя ценит по-разному. Вот я специалист с 7-летним опытом, могу себя оценить и за 100 тысяч рублей, если проект будет масштабный. Вообще, в целом, моя команда, например, рассчитывает под каждый проект примерные трудозатраты в часах. И мы понимаем, что это у нас либо фиксированная ставка 25 тысяч рублей, либо этот проект выходит за рамки, и это уже будет стоить 35 тысяч рублей. Есть проекты по инфобизнесу, где действительно сложные воронки и огромное количество объявлений, а еще сложность добавляют большие бюджеты. Там мы берем проекты и за 100 тысяч рублей. У других специалистов такая математика складывается просто из того, где они обучались и кто им рассказал, сколько можно зарабатывать на таргетированной рекламе. Но моя аудитория, очень многие со мной прошли весь путь по настройке Инстаграм рекламы. И я думаю, многие сейчас сравнивают таргетологов с Инстаграмом и таргетологов с ВК. И в целом, хотят найти тоже какой-то золотой баланс по цене. Но я вам сразу скажу, таргетологи в Инстаграме намного дороже обходились, чем таргетологи в ВК. До того момента, пока Инстаграм не приказал долго жить. Таргетологи с запрещенной сети быстро переучились и пошли в ВК. И, собственно, начали поднимать прайс. Мне, если честно, самому было удивительно, как коллеги в таргетологе ВКонтакте себя очень низко ценят. Работа в ВК просто изнурительная. Она очень тяжелая. Мне кажется, что в скором времени надо вообще, кто работает в ВК-таргете, добавлять за вредность к оплате труда. Потому что, насколько сейчас сложно модерацию пройти, насколько сложно спарсить нужную аудиторию и правильный вектор стратегии вымереть в ВК, это просто, не знаю, надо быть везунчиком, чтобы все эти округи ада пройти и не запыхавшись. Если говорить со своей экспертной точки зрения, я считаю, что настраивать рекламу в ВК намного сложнее. И, на самом деле, сейчас многие не ценят этого. Предприниматели вообще не понимают, с чем сталкиваются таргетологи. И, в целом, конечной инстанцией виной всему неработе рекламы, конечно же, является таргетолог. Но нас очень сильно подставляет площадка ВК. Они действительно косячат, у них что-то не работает, но они про это никому не говорят. Они никогда не признают, что у них что-то сломалось. Они с вас, как с рекламодателей, деньги забирают. Мы, как таргетологи, пытаемся что-то там настроить, анализируем, смотрим все эти показатели. Но сама проблема в площадке не в таргетологе и не в предпринимателе. Это нужно понимать. Давайте немножко обратимся к общим источникам, сколько же сейчас стоит настройка таргета в настоящих реалиях. Не будем уповать на какие-то волшебные предложения от таргетологов, которые хотят вас заманить за 5-10 тысяч рублей, а опустимся в нормальные реалии. Так, я не буду ходить вокруг да около. Набираем таргетолог ВК вакансии, переходим на HeadHunter, смотрим 50, 90, 40, от 40, от 50, от 30, 30. Давайте посмотрим по регионам. Да, что нам вся Россия-то? Давайте посмотрим Краснодар. 60, 100, 45, 55, но тут SMM-менеджер, тут возможно еще надо ввести будет контент. Так, давайте посмотрим нашу мазку любимую, что там предлагают. 50, 90, от 40, от 50, от 30, включение лидов, ну короче вот 30, 30, ну как бы нормальная ставка 25-30 тысяч. Я тоже так считаю, что это абсолютно адекватная стоимость. Итак, это у нас работа 1000.ру, от 26, от 58, от 80, же, проктировщик ВК, ох, вот как называют-то, мастер ОКВК, от 70 тысяч, таргетолог, офис, так, от 15 до 50, ведущий инженер, ну короче тут, все равно я считаю, средняя, оптимальная ставка, ну если ты в офисе работаешь, конечно, я думаю, должно быть и побольше, но если ты будешь работать в офисе, скорее всего в каком-то агентстве, и тебя будут загружать по самому помидору, и это будет явно не один проект, поэтому могут тебе платить и сотку. Вот, что у нас еще есть на workus.ru, таргетолог, директор, 20, 20, таргетолог ВК, видите, 20, 20, 70, 25, 50, кто-то 10, кто-то 15 хочет, но это же все вакансии, это ваши, как предприниматели, хотелки, а средний рынок, я считаю, что он где-то около 30 тысяч рублей, с учетом того, что вы будете работать с человеком по договору, это тоже очень важно, если без договора, то да, там можно и за 15 тысяч рублей найти студента, который вам просто ничего не должен, и просто берет у вас деньги и исчезнет. Возвращаемся. Мы просто пробежались по вакансиям, и понятно, что средняя ставка 30-35 тысяч рублей, это скорее всего предприниматели ищут таких таргетологов, и даже то, что я сказал там по договору, по расчетному счету вы можете отплатить, не всегда и такая стоимость будет по расчетному счету, возможно, это просто человек хочет получить себе деньги на карту, и вы же его не будете трудоустраивать официально, это все-таки вакансии были. Теперь давайте разберемся, что должен иметь таргетолог для того, чтобы работать вообще таргетологом. Ну, для начала это компьютер, это базовая вещь, да, но не просто компьютер-балванка, а ей надо уметь пользоваться, надо уметь пользоваться различными визуальными программами, либо он имеет в штате, ну, либо на подряде какого-то дизайнера, которому он будет отдавать часть заработанных денег с проекта на дизайн, чтобы был у вас красивый визуал и красивые макеты, которые конвертили как минимум, а не были пустой заглушкой в вашей рекламе. Ну, я не беру в расчеты различные там скачанные программы, различные программы для того, чтобы монтировать видео, а также доступ к интернету, ну, как бы это все мелочи и, конечно же, в любом проекте это все окупается. Ну, вот что действительно стоит недешево, это опыт. И я считаю, что опыт это вообще основа полагающая любого таргетолога. Вот, к примеру, я слышал историю, где парень говорит, я с 12 лет там начинал заниматься таргетом, ну, сейчас ему там, не знаю, 18 уже. В целом данный возраст подходит под временные промежутки, что он действительно мог там 5 лет назад, 7 лет назад заняться таргетом, но давайте вдумаемся, вот человек, который не имеет жизненного опыта, который не имеет наработок в таргете, может ли он хорошо настроить рекламу? Я считаю, нет. По тому причине, что таргетолог это человек, который умеет мыслить категориями разной целевой аудитории. Мы очень можем хорошо анализировать и прогнозировать, где целевая ваша аудитория бизнесменов может находиться. И это только с опытом. Пока у меня не родилось двое детей, я не знал вообще, что такое ползунки, чулки, соски, пеленальные столики и многие-многие вещи, атрибуты детской тематики. Теперь я знаю, как находить мамочек. Это не в одном обучении. Так досконально все равно тебе не расскажут, как твой жизненный опыт. Поэтому, если человеку до 18 лет, у него мало жизненного опыта, конечно, не беру всех под одну гребенку, но тем не менее, я считаю, что до 18 лет человек не может супер быть классным таргетологом по одной причине. У него не будет хватать жизненного опыта, чтобы найти ту или иную целевую аудиторию. Да и вообще, в целом, в 18 лет занимайтесь обучением, развивайтесь. Это реально время, когда можно развиваться. А в будущем это пригодится. Я считаю, что до 18 лет нет большого бэкграунда жизненного опыта. Следовательно, нет понимания, как живет социум, как действуют те или иные целевые аудитории, как действуют люди в жизни и что они вообще ищут и как они находят тот или иной товар. Поэтому нужно набраться опыта. А опыт этого у нас время, деньги и наши ресурсы. Поэтому этот опыт действительно может стоить очень дорого. Еще одним из критериев, помимо опыта, я считаю, для любого таргетолога, который может увеличивать стоимость, это готовая связка. Что это значит? Это значит, я настроил, к примеру, рекламу на строительство домов и у меня получилось. И действительно, мой клиент доволен, у него много заявок. Мы с ним работаем на протяжении года или полугода. И у него все стабильно и прекрасно. Таким образом, я могу назвать то, что я настроил, связкой. И это работает. Я эту связку могу предлагать другим точно таким же бизнесам. И это уже готовое решение под ключ. То есть вы берете у меня эту связку, и она уже протестирована за чужие деньги, и она работает. Вот эту связку действительно вы будете покупать дорого. Но если вы хотите просто протестировать и сами найти свою связку в вашем бизнесе, то welcome, нанимайте обычного штатного таргетолога за 25-30 тысяч рублей. И он вам будет подбирать эти связки. В среднем с готовой связкой таргетолог будет стоить от 50 тысяч рублей. Я считаю, что это абсолютно нормальный ценник. И не надо говорить, что этому таргетологу уже делать ничего не надо, почему так дорого. Так в этом-то и дело, что этот таргетолог уже полгода или год оттачивал эту связку, чтобы она работала. Ну и давайте подведем итог. Сколько же стоит в нынешних реальных таргетолог? На мой взгляд, нормальная стоимость 25-30 тысяч рублей. Если есть готовая связка, готовое решение под ваш бизнес, это может стоить и 50 тысяч рублей. Если у вас большие бюджеты и действительно огромный объем работы, и там человек не справится как минимум, один он точно не справится, ему нужна какая-то команда подмога, то в среднем такие проекты берутся крупные, например, продвижение отелей, либо какие-то строительные компании от 100 тысяч рублей и выше. И там идет еще процентное соотношение от вашего бюджета. Это еще плюсом к оплате таргетолога. В общем, мой вердикт такой, что в настоящих реалиях не нужно уповать на то, что будет настройка таргета стоит 5, 10 и 15 тысяч рублей. Да, какие-то проекты, возможно, специалисты берут 15 тысяч рублей, потому что у них не так много опыта. Если вы готовы платить за опыт, значит вы готовы платить. И это, наверное, самый важный мой такой месседж для всех бизнесменов. Если вы готовы платить, то и вы должны понимать, что любая оплата в вашем бизнесе это так или иначе инвестиция. Вы проинвестировали в товар, вы проинвестировали в ваш офис или в ваше помещение, и вы ждете обратной отдачи. То же самое и с таргетологами. Вы не думайте, что от смены таргетолога очень много чего поменяется. Скорее всего, если вы наняли таргетолога, попробуйте с ним добиться видимых результатов и их уже масштабировать. Если таргетолог уже не может масштабировать тех результатов, которые вы достигли, то да, можно задуматься о смене специалиста, либо у вас такая ниша, где действительно от показа вашей рекламы до покупки проходит очень много времени, и у вас, например, очень большие чеки. То есть аудитория в социальных сетях на любой бизнес она есть. Вопрос, готовы ли вы заплатить именно столько за эту заявку или нет. Потому что многие бизнесы думают, что у него заявка будет стоить 50 рублей, 30 копеек. У всех разные представления, сколько должна стоить заявка в его бизнесе. Вот, например, в суши нормальная заявка, ну, это брать, например, там, 21-20 год, стоила 500 рублей. Да, и вроде набор стоит 500-600 рублей стандартных суш, и человек, который заказал, стоит 500 рублей. Где выгода? Но выгода в LTV. Наш клиент будет к вам еще приходить, и не один раз. И каждый следующий приход это уже плюс-плюс-плюс. И тут вопрос, как вы работаете с клиентом, и какой у вас товар. Если вы думаете, что у вас товар так себе, и вы хотите подешевле взять клиента, такого точно не будет. В очень редких случаях это может проскочить. В общем, позаботьтесь о качестве вашего продукта, подумайте действительно о реальной стоимости за заявку и за клиента в вашем бизнесе, и все это согласуйте с таргетологом. Прайсы я вам назвал. Из чего состоит стоимость таргетолога? Я тоже сейчас назвал. ВК очень сложный продукт. И действительно он сложен по настройке. Поэтому я считаю, что, как и в начале ролика говорил, надо доплачивать за вредность. Потому что действительно многие сейчас таргетологи, которые пересели с фейсбука, с инстаграма в ВК, они целыми сутками сидят и пытаются протестировать новые гипотезы, залить новые аудитории. Новые креативы заливают, их отклоняет модерация. Они заново заливают. То есть трудозатраты в часах выросли кратно. При этом мы делаем в целом одну и ту же работу, просто настраиваем таргет. Для предпринимателей это выглядит так. Для нас, для таргетологов, работы увеличилось кратно. И с условием того, что наши замечательные друзья из ВК постоянно глючат, они нас очень сильно подставляют. Так что я вам всем желаю больше адекватности и больше продаж. Надеюсь, мой ролик вам помог. И на этом все. Подписывайтесь на меня, записывайтесь на консультацию. С вами был Влад Ядров. Пока-пока. Небольшой подскриптум. Честно, у меня уже наболело. Просто очень многие бизнесмены, я раньше называл их мамонтами, но действительно сейчас очень многие, даже молодые ребята, выходцы там с 17-18 года, вроде вот совсем недавно эти года были, они считают, что должен стоить таргет или заявка вот по тем ценам. Не летайте вы в этих сказочных замках. Сейчас реальность очень жестока и многие бизнесы действительно понимают, что на рекламу сейчас надо тратиться намного больше и возможно ты будешь получать столько же. Мир меняется и пока он меняется и еще не стабилизировался, нам приходится работать вот в таких реальностях. Надеюсь то, что вы найдете своего таргетолога и у вас будет отличная с ним связка. Честно, за хороших людей держитесь. Не всегда виноваты таргетологи. И не бизнесмены тоже. Поэтому площадка ВК, если ты смотришь, модерируешь какие-то отзывы про себя, пожалуйста, будьте открыты и к бизнесу, и к таргетологам, специалистам, которые работают с вами. Потому что то, что у вас там сейчас происходит, это, мягко говоря, неприлично и неправильно.